Петрозаводск Петрозаводск Оли Гайдамак и Володе Лазареву Которую многие знают как Бобуса О том, как познакомились Расскажут позже Сначала о деле Давайте, проходите Я как раз тряпаю Калиточки быстро спекрятся Рыба-то уж, наверное, сварилась Надо рыбу хоть снять Только, Люсенька Вчера только узнал Никак лампадного масла не привез Да ладно тебе, у меня кончилось Как раз я поеду в церковь Куплю там У нас в Занежге Все говорят по Занежге Да, по Занежске С ударением там слова другие Маленечко Это особый диалект Занежге это Как бы Местное лопарское, финно-угорское население И славяне При этом они все и собрали А теперь знаю, что они нигде уже не говорят По-нашему Теперь уже даже бабушки все говорят по-городскому Уже язык стал наш забываться Калитки по-занежски тоже бьет? По-занежски калитки А это папа, вот А это братья все мои пятера А мы маленькие так друг друга и Нянчили Наверное, что ни садика, ничего говорить не было В колхозе мама работала В колхозе у нас был А папа рыбаком всю жизнь Дружно мы жили Хороша Что все были при работе Папа-то говорил, что самое главное Чтобы без дела не сидели Потому что от безделья всякие худые мысли приходят И все главное, говорю, что самое главное работать Чтобы и без работы мы не были Все время при деле При ребятах, при учебе А со школы приедем Все маленькие друг за другом Тут зыбко стояло в горнице Так мы договорились, что по два часа каждый откачивать будет Это что такое? Ребенка, что ребенок-то вопит А, это такая люлька, да? Люлька А в школе сначала тут было вот четыре класса Вначально А потом робят стало мало И стали все в Товую ходить А мы с пятого класса ходили в Товую уже Пешком на пять километров Туда и опять обратно В любую погоду По озеру ходили Вместе с вауками на лыжах Господи, благослови Аминь Федически так-то тяжеловато Потому что Все-таки женскими руками надо ведь И пролубу сделать А у меня не хватало сил Но я так и не стала горожанкой никак И сколько-то всякого было С этой моей с вауками совсем И двери И все равно вот выдержки остались Все равно я никак не уеду Там ничего у них не звери? Сейчас давай посмотрим Ну-ка Нет, ничего еще не горит Так ведь? Пусть так Пусть еще там Посмотри-то какие Ой-ой-ой, какие иконочки Господи, помилуй Ты подумай-то Это Валентина, раба Божья, помнишь? Вот эти иконы Теяне Александровской Ты подумай-то Которые во время войны Чудом там выжили Вот Матушка Богородица Смоленская Господь Содержитель А это кто на иконочке? Сергей Радонежский Ты подумай-то Ведь надо же Какие гости сегодня Давай Зажгем свечечку На, вот На эту Ну вот Наше житье такое Володя привез иконы Для строящейся часовни В Загубе Многие, кто попадает сюда Стараются внести Свой посильный вклад В ее возрождение Как, например, Павел Чихотин Художник из Италии Хороший он По-настоящему хороший Он русский, наверное, да? Он из эмигрантов Он только 16 лет научился этому Русскому языку И привез йога Володя Рассказывает про художника Про Петра Чихотина Но он звонил недавно Хорошо сказал На открытие часовни Приеду Спрашивал Как небо Так я вот и показываю Что небо Так, как он послал Вот Она полностью раскладывается Вот это небеса Это он все Послал Полностью на небо Вы посмотрите Все архангелы и ангелы Это небеса Называются благовещение Вот это все 16 граней А вот это вот небеса Надо будет посмотреть Володя Надо будет Погоди, я посмотрю Это как это в калитке Это ведь горят Ну да А вы теперь здесь местный архитектор, да? Володя, как вы видите Какое мы с Катикой сделали На безрыбье Володя Видите, говорят Не, не Если Чем тут хорошо Что тут Главное с душой Тут не то, что Турки строят Малежи Это уже через полчаса Да Как-то именно Тут все Пусть это долго Но Дорого Что Местные жители Кто помогает Кто не помогает Каждый что-то делает Кто-то что-то принес Кто-то что-то И поэтому Сам вот этот Процесс И чувствуется Что Свечата горит Правильно Ты, Володя, говоришь Вроде как Медленно Он строится А по-другому Ты знаешь По-другому Очень много людей Спасется Часовенкой В центре Зионежи Есть небольшая деревня Загубья А в центре Этой деревни Есть маленькая Но очень значительная Точка Вот этот камень Зосима Соловецкого Говорят Что в деревне Загубья Зосима родился Молился Именно на этом камне А в 1436 году Ушел отсюда На Соловке Чтобы основать там Монастырь Возрождение Часовни Преподобных Зосимой И Саватия Соловецких Началось Летом 2004 года По инициативе Людмилы Алексеевны Балиховой А судьба Этой часовни Похожа на судьбы Тысяч храмов Нашего Отечества Построенная в 1717 году В деревне Где родился Святой Зосима Старинная часовня Была разобрана После войны По решению местной власти В 1938 году 11 самых лучших семей Самых крепких Репрессировали И всех расстреляли За два дня В январе 9 января И По-моему 25 июня За два дня Всех самых лучших Остались вот тут Дети враги народа И жены Ты понимаешь Это самые крепкие Семьи были Потом 1939 год Финская война Всех наших забрали Уже после этого Мало кто Вернулся Вон как на Корейском Перешейке Столько там было Погибли все наши Когда был холод И в 40 градусный мороз Там все И перед началом Отечественной войны Тут уже совсем мало Было людей Вот там был Штаб В нашем Тут была казарма Тут в этом доме Была баня Они сделали Там раздевалка Тут байна Там вот ниже Маленький домик Там конюшня А там вот Был наберегу склад И это все Что осталось От загубья А пришли с войны Ни домов Ни деревни Ничего нету Все уничтожено А папа с мамой Познакомились Может давай мама Построим часовенку За всех наших людей И за папу тоже Мало ли у него Какой грех Ее ему грех Проститься всем людям И мама сказала И нечего тебе придумывать И мужики Ничего не хочут И боятся Ни материалу Ничего нету Ни веры Ничего И часовенку Может устроить Может мама Давай попробуем Понимаешь И мама стала искать клад Клад они конечно не нашли В смысле золото Бриллианты Зато нашли кое-что Гораздо более важное Это человеческое участие Строили Как говорится Всем миром Помогли местные предприятия Медвежегорского района Томвуйский леспромхоз Соловецкие мастера-реставраторы А лес на часовню Пожертвовала мама Людмила Алексеевна Выделенный ей Как ветерану Для личных нужд А вот приехали строители Соловецкие И вот он С этого леса Построили сруб Вот это их Вот он И спали После сорокого дня А потом так И дальше пошло Что люди Тихонечко Концерты Да все Стали помогать И так Фундамент Парни мои Сделали братья Господи Благослови всех И спаси И сохрани Всех людей Которые входят В эту Часовинку Молитвами За стиму И салати Соловецких И спаси И сохрани Всех православных Христиан От века Усопших В огне Сгоревших В воде Утопших Замерзших Не вернувшись А хорошо ли будет Ксенки Ты как сам думаешь Так ты и сделаешь А я думал Так Так вот я не знаю Я все так сделала А ты как думаешь Давай посмотрим Все вместе Вот так Так далековато Да Ну может Давайте посмотрим Как лучше сделать Чтобы красиво было Вот я думаю Что так Наверное Правда Самое хорошее Что будет Все таки Не женское Делать Тяжелинку строить Тяжеловато Мы же с Мишкой Внутрь Все же сделали Сам Я как обезьяна Лазила по потокам Пришлось По толки Мне кабауки Мы всем поднимали И опускали Я уж Сначала Мне как было страшно Что там По потокам Куда лазать Все таки Высота А потом Я уж настолько Привыкла И повесть Выскоблила И лаком Все покрыла Вы видите Какая там красота Все приходят Говорят Кто этот крест Делал Где-то Мастераги Делали Ни копейки денег Вообще не взяли Наоборот Только помогали Это проели Сколько Ой Слушай Правда Проели Вот Без гель Что вспомни Мастераги Обедают Мастераги Полничают Мастераги Я просто Городской человек Случайно Здесь оказался Ну и Обмолвился Не случайно Не случайно Обмолвился Что может быть Могу Крестик вырезать Для часовни Когда ты именно Здесь Живешь И Чем-то Занят Видимо Нужным То Главное Не мешать Самому себе Оно И Как-то И сложится Также В жизни Сам себе Иногда Удивляешься Какие-то Мысли Забытые Чувства Новые Пробиваются То есть Сам становишься Как весь мир Так удивительно Что я рассказываю Это я тут Маленько всего Побыл Люся Здесь Всегда Потому что Наверное Это земля Святая Деревня Засима же Вырос Он тут И ходил И все-таки Здесь Дух Святой Правда Так так Смешно И сейчас В последний раз Ездила Холодно В роли Нет Не могу Зайти в сапогах В деревню После причащения Церкви Надо снять сапоги В руках Несу Да и дубосиком Думаю Хоть бы только Никто не попался Да не увидел То скажет Вот Наверное Ум Нам тронулась А не Можно В сапогах Зайти в деревню Настолько Чистота Как а-то В деревне Не говоря Уже о том Что там Плюнуть Или спичку Бросить Или что У нас все-таки Считается Старобрядческий край Так вот У нас нельзя было Даже Грязные руки Вымыть воды На берегу Надо было Начало в траву Вытереть руки А потом Только пойти в воду И только там Руки сполоснуть И так и нельзя было Даже сапоги Вымыть в воде На каменном берегу Откуда вы сейчас За водой ходили Что надо было Начало сапоги Протереть травой На берегу А потом только И то в воду В сапоги Не заходили Никогда Звучит 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 В 21-м году Прошлого столетия Уверяет Людмила Алексеевна Здесь в Загубе Был самый большой приход Больше чем в Тулуе 850 человек Шесть последних лет Прожила она здесь одна Продолжая верить И молиться Что деревню Да и все Зионежье Можно возродить отсюда Из одной маленькой точки Часовни на берегу озера В деревне Загубье И люди стали Понемногу возвращаться Часовни на берегу озера Лук упал И взрыв Упал Звучит Звучит É Звучит 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 Бесса Субтитры создавал DimaTorzok